По достижению 14 лет каждый гражданин России получает документ, удостоверяющий личность, паспорт. На территории любого зато молодые люди и девушки становятся обладателями еще и так называемого зонального пропуска, позволяющего беспрепятственно выезжать и заезжать в город. Его получение максимально упрощено. По достижению 14 лет пропуску дается. Если ребенок является учащимся средней школы, берется заявочка у секретаря школы. Она подписывается родителями, приносится к нам, мы выписываем заявку и на основании этой заявки в бюро пропусков она получает зональный пропуск. Все чаще для работы в ЗАТО привлекаются специалисты из других городов. Въезжая в Саров по рабочей визе, они имеют право пригласить сюда и своих родных и близких. Список въездных родственников строго регламентирован. Попасть в гости могут родители, дети, братья и сестры саровчан, а также внуки, бабушки и дедушки. Для оформления всех документов придется идти в администрацию города. В любой рабочий день, желательно во второй половине дня, подходят к нам, заполняют заявление. И мы это заявление направляем на согласование в службу безопасности. После согласования вывешиваем решение у себя вот здесь в коридоре или можно узнать по телефону решение. Если гость въезжает на территорию Сарова впервые, проверка его данных различными службами может занимать до трех месяцев. А далее действовать разрешение будет в течение целого года. И в случае, если при въезде на КПП возникли трудности с данными, пропущена буква в фамилии, не найден временный пропуск и прочее, существует отработанная система. Мы делаем протоколы, где указаны решения по всем заявлениям. Они находятся как в режиме, так и в бюро пропусков. В бюро пропусков сверяют, если разрешение есть в этом протоколе, то пропускается, а потом уже документально это все исправляется. В город также могут попасть и те, кого пригласили сюда для работы. При этом работодатель будет нести ответственность за гостя в период его нахождения на территории Сарова. А также следует помнить, что незаконное пересечение охраняемого периметра или попытка подкупа часовых на КПП повлечет за собой уголовную ответственность со всеми вытекающими. Кирилл Васильев, Артемир Голосков, Александр Мальков, служба новостей Сарова, 24.